В нашем центре, Центре гееноэпидемиологии, исследование на новую коронавирусную инфекцию проводится в лаборатории исследования особо опасных инфекций совместно с вирусологической лабораторией. Данное исследование проводится методом полимеразно-цепной реакции в режиме реального времени. Все исследования проводятся по эпидпоказаниям у следующей категории лиц. Это лица, прибывшие из-за рубежа, также лица, имеющие контакт с больным COVID-19, лица с диагнозом небольничной пневмонии, лица с ОРВИ в рамках мониторинговых исследований, а также лица старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний, медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID-19 и также лица, находящиеся в учреждениях с постоянным пребыванием. В настоящее время на нашей базе поступило материала свыше 2000 проб и проведено исследование материала от 2078 человек. Из них 579 человек – это лица с внебольничными пневмониями, 1274 человека – это прибывшие из-за рубежа, 107 человек – обследованные с ОРВИ в рамках опорной базы, и 105 человек – это исследования от контактных. Материалом для исследования являются маски из нота, носоглотки или ротоглотки, а также мокрота или аспират у заболевших с более тяжелой клиникой заболевания. Подтверждение положительных результатов исследования проводится на базе противоученого центра Роспотребнадзора. В настоящее время вирусологическая лаборатория наша обеспечена тест-системами для проведения данного вида исследований и в еженедельном режиме подаются заявки на пополнение тест-систем и создаются для создания запасов. В настоящее время также нагрузка на наши две лаборатории увеличена в два раза, в связи с чем они переведены на круглосуточный режим работы. В отношении времени проведения исследования от момента поступления материала в лабораторию с учетом времени на пробоподготовку и проведения всех этапов ПЦР-диагностики время составляет не менее четырех часов. Какова точность? Почему нужно подтверждение? Подтверждение лабораторных исследований требуется в соответствии с логаритмом, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей. И это подтверждение проходит абсолютно все лаборатории Центра гигиенопедемиологии. Но мы направляем только положительные результаты. Имеется в виду, что те тесты, которые делаете Вы, имеют стопроцентную? Да, конечно. Мы работаем на тех же тест-системах, разработанных именно вектором, и на них работают все наши субъекты. И подтверждаются они теми же тестами, просто с теми специалистами, которые разработали данные тест-системы. А зачем Вам нужно это подтверждение, если так все точно? Ну, дело в том, что это тест-системы новые, мы с ними еще не работали, поэтому первично нам дали, нас обучили о работе, но пока подтверждение требуется. Вот человек приехал за границей, обратился к Вам, на какой день ему сделать анализ? Считается, что забор материала проводят, не мы проводим, а медицинские работники территориальной поликлиники, и забор проводится на 10-й день с момента прибытия на нашу территорию. Почему именно 10-й день? Соответственно, нормативными документами. Если же, дело в том, что если человек может заявить о себе позже, то с момента получения информации. У нас все приезжие, за ними устанавливается медицинское наблюдение, они подлежат изоляции на дому, с ежедневным меднаблюдением и обследованием в соответствии с алгоритмом. А почему, когда отрицательный анализ, то не всегда людям сообщают о том, что у них отрицательный анализ? Мы сообщаем результаты тем территориальным учреждениям медицинским, которые направляют нам материал, а не людям. Поэтому информация в территориальных лечебных учреждениях. Человек, если просто контактировал с кем-то там или проехал в подозрительном маршрутке, он может прийти и сдать анализ, если он даже не был за границей, он не 65 плюс? На нашей базе обследуются только лица по эпид-показаниям категории лиц, я перечислила. То есть это только по решению лечащего врача, например, либо если ты контактировал? Забор материала однозначно медицинский работник проводит, а уже в зависимости от эпид-обнамнеза от показаний. Нет, кто назначил то, что у тебя возьмут этот анализ? Медицинский работник. Можно сказать, вы назвали сколько людей, да, сдавали этот анализ. Есть ли сейчас анализы, которые еще в обработке, или это уже все, которые были проведены? У нас ежедневно поступает материал, мы отчет для оперативного штаба даем два раза в сутки, поэтому информация пополняется ежечасно. И опять же, в круглосуточном режиме лаборатория работает, поэтому материал поступает. Большой объем достаточно, вот у нас за прошедшие сутки от 160 человек материал поступил. А сколько направлено на проверку положительным результатом? Все данные по положительным результатам вы можете увидеть на официальном сайте Роспотребнадзора.